Доброго дня, уважаемые зрители и гости канала. С вами Людмила Борисовна, Сибирский сад. Закончился сезон. Собираем ягоды, фрукты, овощи, урожай. У нас уже прошли заморозки. Немножко покажу вам осенние работы в саду. Что выросло, как убираем, подготавливаем сад к зиме. Вот и заканчивается сезон. Огурчики замерзли. Собрала последние огурцы. Вот почти ведро их набралось. Тут и маленькие, и средненькие, и хорошенькие огурчики. Уже холодно, я уже в курсе хожу. Вот так послужила грядочка. Ну и посажено, как я вам говорила, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять огурцов у меня. Всего-то. А собираем до самой осени. Листья здоровые. Ну это единственное, что у нас мороз. А так они не больные, ничего, они продолжают расти и завязывать огурчики. До самого мороза у нас. Вот они. Мы их уже и поливать перестали. И все, но, видите, даже еще цветут. Так что вот так. Садите. Они очень любят огурцы. Я не закрываю, у меня нет теплиц. Вот виноград там растет. У меня еще, кстати, помидоры стоят. И еще зеленые есть. Сейчас вот дойду, покажу. Вот виноград. Вот помидоры. Нет никакой фитофторы. Вот они висят. Это, который вот кистевой такой. Вот кисточки. Видите? Ну, конечно, они уже не успели, но я собрала, соответственно, все, что более-менее покрупнее было. Ну, фитофторы нет совершенно у меня. И особо-то химией я не пользуюсь. Вот они тут на кусту стоят. Еще вон цветут. Видите? Замерзшие, холодные. Завязывают помидорки. Тут что-то смотрю. Забыла собрать. Засохли, да, но они... Вот они висят, здоровые помидорки. И растут. Ну, уже все уже. Хотя цветочки есть, но толку-то с этого нет. Это, кстати, вот колоновидная яблонька у меня. Вот она, аж клонится. Яблоки на ней. А маленькая совсем я уже с нее рвала. То есть тут роста у нее всего, ну, мне до пояса. Уже в основном все морейно засыхает. Ну, виноград это, который, как и забыла у меня. Очень поздно в этом году. Ведь не знаю, что с ним делать. Уже заморозки. Такие у нее кисточки. Плотные, да, но... Поснимали вот. Ну, то, что по зелени оставили. Виноград еще не замерз. Ну, и вот принесли последний виноград домой. То у нас вышла полная корзина. Полтора ведра. И здесь вот еще по 5-литровой ведерочке. На площадке маленькой зеленого оставалось. И в основном от ЭЧБЗ. Это уже как бы последний виноград. В этом году все попозже. Поэтому он еще такой с зелеными веточками. Но уже пошел снег. Уже пора собирать. Так что вот так. Виноград у нас растет. Я уже это не первое, что я собрала. Рыхловатые немножечко кисточки. Но, тем не менее, хороший, вполне себе виноград. Съедобный. С него знатоки делали и вино. Тоже, говорят, вкусно. Но я пока вино не ставлю. Просто замораживаю. Пробовала варенье. Но как-то мне не особо оно понравилось. Как погода у нас. Ну вот снег идет вовсю. Виноград собираю. Хорошо, тепло. Обрезала уже. Но, правда, снег идет вовсю. Так что, ну, листики вот так. На деревьях что-то отлетело. Что-то нет. Малина зеленая. Ну вот пошел снег у нас. Дособирую я последний виноград. Собираю. Уже точно пришло время убирать его. Этот еще как бы держится. Ну, здесь я уже его обрезала. Все лозы убрать надо сейчас. Его уже маленько морозом прихватило. Вот он повелел. Все, сейчас еще укрывным укрою. Немножечко полежит. И будем убирать. Тут вот последний висит виноградик. Наш первый снег в саду. Уже осень в полном разгаре. Три градуса у нас. Вот смородина пожелтела все. Пришло время все в огороде обрезать и убирать. Сейчас я обстригу гортензию. Вот так она у меня цветет. Самая осень. Конечно, частично я ее уже пообрезала. Но, тем не менее, все уже сейчас обстригу эту красоту на зиму. И эту, и эту она у меня поздновато распустилась в этом году. Ванила фрези. И вот эти шикарные бабочки, которые на гортензии. Малину я уже обрезала, подвязала. Ну, поздно цветущие, которые распустились. Вот маленько флоксы. Лилии уже надо обрезать, конечно. Чуть раньше, но эти не завязывают семена. Поэтому я не тронула. Вот ромашки у меня обрезаны. Тоже с целью, чтобы не давали семена. Это пионы, пионы зеленые еще. Я их трогать не буду. Но немножко на них, наверное, уже подкидаю ботвы снизу, чтобы они не мерзли. Конечно, уже собран картофель. Картофель в этом году уродился у нас хороший. В общем-то, кусты урожайные. Чистые мы собрали их до дождей. Кругленькие, хороший картофель. В общем-то, все нормально. Картофель любит хорошую рыхлую землю. И очень важен для него полив именно во время цветения. Тогда он хорошо завязывает плоды. Если нет естественных дождей, и если у вас есть возможность, то желательно, когда именно цветет картофель, то полить его любыми доступными для вас средствами. При посадке картофеля мы стараемся всегда добавить немножко перегноя и золы. Это обязательно. Взяла я вот такие семена фиолетового картофеля. Он фиолетовый не только снаружи, но и внутри. Вот немножко я поскребла вам показать. Конечно, убираем уже морковку, вернее убрали. Это самое позднее, но мы убираем. Вот грядочка еще не вырванная у нас. И вот одна грядка уже собранная морковь. Морковь что любит? Она также любит хорошо перекопанную на большую глубину землю. Удобрения не этого года, а предыдущего желательно года. И самое главное, что любит морковка, что обязательно вам надо соблюдать условия, это разряженная посадка. То есть расстояние между ростками моркови надо оставлять хотя бы 3 сантиметра. И тогда вы получите хорошие, красивые корнеплоды. Здоровые, не больные. Потому как если только чуть она у вас будет загущенная посадка, то вы получите мышиные тонкие хвостики. Но нам же это не надо. Поэтому старайтесь вовремя проредить морковь, и тогда она вырастет тоже хорошая. Конечно, и горох уже собираем. Ну все уже. Уже, уже все собираем. Обдираем, обдираем. Чеснок уже все, огород у нас убран. Осень. Конечно, уже все это пожелтело. Но, к сожалению, мои все эти веревки не выдержали. Согнулся он вот так вот весь опустился. Поэтому высоту я вам не могу показать. Вот. Он, конечно, достает до крыши. Но, ну вот он здесь вот у нас весь вот согнулся. Вот там опять, на пять рядов он перегнулся. Вот. Дугой сломался. Не выдерживает никакие веревки. Эту тяжесть не выдерживает. Вот все вот у меня оторвалось, свернулось. Ну, в принципе, как бы достаточно, сколько его можно. Из горошек. Все вот мы его собираем. Уже обрезали, конечно. Я его прямо на кусту, чтобы он спел, высыхал. Потому что они очень толстые створки. И он очень... Чтобы была хорошая схожесть, надо, чтобы он обязательно, вот эти все створочки, вот эти вот жирненькие, они чтобы отдали все питание зернам. И тогда только они получаются хорошими. Вот. Ну, вот, как я говорю, уже все. Осень у нас по полной. Конечно, осень не обходится без грибов. Сходили мы в лес на осенние опята. Очень удачно нашли хорошее месторождение, так сказать, этих опят. Получили колоссальное удовольствие от сбора опят. До этого мы еще собрали лисички. А сейчас собираем последние осенние букеты. Наслаждаемся последними яркими красками осени. Прибираем сад, огород. Обрезаем все, что надо. Прикрываем, перекапываем, утепляем. И хорошей нам всем зимовки. Хорошей зимовки нашему саду, растениям, цветам. До новых встреч. С вами канал Сибирский сад. Людмила Борисовна. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова